Взгляд спокойный, лицо умиротворённое. Она знает, что оставляет позади себя и готова к переменам в той, другой жизни, где для неё всё будет новое и ещё неопознанное. Она берёт свою другую жизнь из этой весь опыт и мудрость, а значит всё будет гораздо лучше и прекраснее. «Путешествие по Средиземноморью» – это центральная картина выставки Натальи Кошириной, которая носит название «Другая жизнь». Мне бы хотелось показать людям, их желания, которые потаённые, может быть, раскрыть какие-то свои желания, потому что у каждого из нас есть желание иметь какую-то другую жизнь. Ну, как минимум один раз в жизни нам приходила такая мысль, это точно. Я думаю, что кто скажет, что этого не было, это лукавит просто. И вот здесь вот как раз такой момент. Здесь есть ключевая работа, называется «Путешествие по Средиземноморью». Вот как раз она об этом. Когда человек стоит перед выбором, то ли вниз, то ли вверх, то ли вперёд. И вот там картина, где женщина уже сделала выбор, она абсолютно спокойна. Мы невольные свидетели этого выбора, мы смотрим, а она спокойна. А спокойный человек тогда, когда он уже принял решение. И когда решение принято, тогда становится легко и свободно. Тогда начинается другая жизнь. Я всем желаю другой, лучшей жизни. Картины гармонично вписались в интерьер гостиницы «Риксос Хадиша». Складывается впечатление, что они парят в воздухе и радуют взгляд своим яркими красками, создавая волшебное настроение. Умиротворяешься, успокаиваешься морально, радуют они нас из года в год. Вот проходят выставки, все очень счастливы и мы гордимся, что у нас есть такая художница. Хозяйка выставки принимает в свой адрес много приятных слов и поздравлений. От генерального директора гостиницы «Риксос Хадиша» Ибрагима Гимчи, который, впечатлившись ее работами, пригласил Наталью провести выставку в Алматы. От бизнесмена Кайрата Сапарбаева, который оказал помощь в организации этой выставки. И, конечно же, от директора медиахолдинга «Утрар» Валентины Куприяновны Куликовой. Хочется жизни. Только парить, как вы сказали, Наташа. Только парить. Даже сколько бы ни было, если тебе парить, соседать, творить. И думайте прекрасно. Мы живем в таком прекрасном городе. Я вас поздравляю с этим и поздравляю с этой выставкой. И то, что у нас есть, очередно. Спасибо. Спасибо большое. И это не просто слова. Картины Натальи несут столько света, тепла и позитивных эмоций, что ты на какое-то время отрываешься от суетливой реальности и поддаешься фантазии мастера, которая водит тебя за собой своей волшебной кистью в удивительную другую жизнь. Спасибо.